Музыка Хорошо известно, что сольфеджио один из наименее любимых предметов у обучающихся музыки, но без него ни в хоре не споешь, ни в оркестре не сыграешь. Мы же сольфеджио любим и подготовились, как полагается, нотная тетрадь, карандаш и, конечно же, ластик. В эфире репетиция. Можно? Заходите. Здравствуйте. Нехорошо опаздывать, тем более на такую сложную форму работы, как музыкальный диктант. Итак, тональность диктанта Си бемоль мажор. При ключе пишем два знака. Какие? Си бемоль и ми бемоль. Записываем. Диезы, бекары, бемоли. Целые, половинные, восьмые и шестнадцатые. Скрипичные, альтовые и басовые ключи. Тысячи других терминов и знаков, которые музыкант должен не только знать, но и предощущать внутренним слухам. Диктант – одна из наиболее простых форм, способствующих развитию этих навыков. Но, к сожалению, без практики знания быстро улетучиваются. Пожалеем немножечко, но пять с минусом. Спасибо большое. Молодец, Александр. Ребята, ну, диктант хорошо написали сегодня, молодцы, но сегодня свободны. До следующей встречи, до свидания. А вас, Александр, я попрошу остаться. Елена Статник преподает музыку детям уже 32 года. За это время она пробовала много образовательных программ, но со временем накопленный опыт помог разработать свою методику. Елена Анатольевна, во все времена сольфеджио был самым нелюбимым предметом всех учеников музыкальных школ. Как вы добиваетесь, с одной стороны, больших и высоких результатов учеников, а с другой стороны, к вам ходят, вас любят, не прогуливают? Правильно и есть расхожее мнение, что сольфеджио – это математика в музыке. Постоянно знания накапливаются, как кирпичики. И чем ребенок лучше посещает предмет, тем он, естественно, лучше в нем ориентируется, лучше его знает. И чтобы сделать интереснее предмет, применяем тоже различные игровые формы работы. Детская психология, рассказывает Елена, и сложная, и простая одновременно. Трудно найти подход, но легко вливать знания, если отыскать ключ от сердца ребенка. Главное – избегать рутины, делать акцент на детскую фантазию и образное мышление. Очень большой объемный материал для ребенка – это слуховой анализ. То есть дети должны уметь отгадывать те или иные моменты музыкального языка по сольфеджио. Такая у нас и есть подсказка – твердый и веселый мажор. С другой стороны, есть очень много произведений достаточно мягких, грустных, а иногда и с восточными оттенками. И вот, например, есть такой у нас тоже лад – гармонический минор. Мы его называем «Грустный восток». Пока-а-пока, шаг за шагом с приобретением навыков, в уроки вводятся специальные термины. Со временем увлекательная игра превращается в профессиональную музыку. За последние, скажем, 10-15 лет изменились дети? Да, дети изменились. То есть в группе в основном дети более рассеянные стали, чем были, допустим, в то же советское время, когда все сидели по струночке и слушали, что же говорит учитель, боясь пропустить каждое слово. Тем не менее, Елена верит, что все вложенное в головы ребят не пропадет даром. Сальфеджио – предмет, который вырабатывает усидчивость, готовность трудиться, даже если что-то не получается с первого раза. А это свойство, уверен педагог, пригодится во взрослой жизни даже тем, кто не свяжет судьбу с искусством музы Эфтерпы. Сальфеджио – это, в принципе, основа музыки. Сальфеджио учит читать с листа, сальфеджио учит не бояться, сальфеджио учит, даже не проигрывая внутри себя, услышать то, что написано в звуках. И чем больше учащийся уделяет внимание этому предмету, тем у него эффективнее получается потом разговор с музыкой буквально на «ты». Атмосфера храма – это магия, запах ладана, блики свечей в золоте ризы и незримые голоса, парящие под сводами. Иногда сложно поверить, что они принадлежат людям. Кажется, поют шестикрылые серафимы. Отец Антоний – человек. Он регент архиерейского мужского хора Кафедрального Александра Невского собора. В его духовном мире музыка – неотъемлемая часть божественного триединства. Все предельно просто. Мать в детстве водила в церковь. Красивое пение в церкви мне нравилось, но плохое не нравилось. И в итоге, после окончания школы, я пошел учиться на церковного регента. Насколько вообще сложна наука регентства? Мне кажется, регент в первую очередь, в наше время, должен быть психолог. Тонко понимающий настроение своего певчера, всех своих певчих, коллектива. Потому что хор – это один организм. Если что-то с одной стороны идет не так, то будет плохо всем. Даже какая-то погода сказывается на каком-то одном теноре в хоре, и уже басам становится не по себе. Сложно руководить мужским хором? Мне кажется, немножко проще, нежели смешанным. Мужчина есть мужчина. Понимают с полуслова? Понимают с полуслова. У них нет какой-то витиеватости. Все предельно просто и понятно. Да, да, нет, нет. Когда создавался хор, была поставлена владыка задача, чтобы это был только мужской хор, и никак иначе. Это первое. И во-вторых, нельзя было брать каких-либо певчих из других храмов. То есть надо было создать хор, в то же время не затронув какие-то другие церковные хора в Симферополе. Музыканты есть, но не каждый музыкант, даже с подготовкой хоровой, не каждый сможет петь в церковном хоре. У него не будет получаться. То есть есть какая-то такая мистическая составляющая. Ну, как сказал великий композитор церковный Павел Григорьевич Чесноков, что хор — это уши и глаза молящегося. В духовной музыке священный текст стоит выше мелодии. Но певчие верят, что напев, изданный голосом, возносит людские молитвы к небесам. Но для этого звучание должно быть идеальным. Для чистоты строя хора используют нехитрые предметы. Маэстро, помимо головы и голоса, что является вашим рабочим инструментом? Рабочий инструмент дирижера, регента — это непосредственно хор, коллектив. А настроить на правильный лад мне помогает музыкальный инструмент по названию камертон. Он издает один, всего-навсего один звук. В данном случае ля. И от этой ноты ля я устрою нужный аккорд для начала пения конкретного произведения. Отец Антоний, из каких групп состоит ваш хор? Вот красавцы-басы, самые низкие голоса. Тенора самые высокие. Вторые тенора, которые чуть пониже, но поплотнее. И баритоны, средняя часть украшения хора. На А доминация пеппорта. Разрешить. Спасибо. Вот глаз, и на них строится вся церковная музыка. Большая часть. Могли бы рассказать немножко о них и, может, даже показать? Изначально богослужение, когда составлялось святыми отцами, оно действительно основывалось чисто на глазах. То есть восемь глаз, а восемь мелодий, которые между собой чередуются. С первого по восьмой. Меняются они в воскресенье. И с первого по восьмой, и с начала. Сложность еще состоит в том, что не только вот восемь мелодий надо знать. Есть еще разветвление в этих самих глазах. Есть глаз и напевы стихир, есть напевы тропарей, есть напевы эрмосов, есть напевы степенных антифонов, есть специальный напев на каждый глаз для так называемых утренних стихир. Вот. И вот это все нужно сочетать. Сейчас четвертый. Считается самый праздничный. Песня. 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 Размер живой Тебе смертный, Сочи во Тебе святой земли, Ваши все воскресенье, Раскрещенье и спасенье слава Тебе. Церковная музыка, она помогает человеку, молящемуся правильно настроить свои мысли, находясь в храме, подчеркнуть это настроение, потому что можно после богослужения человек выходит с храма, мне кажется, он должен не выходить, а вылетать. Наш коллектив желает всего самого наилучшего всем жителям полуострова, жителям города Симферополя и по доброй православной традиции мы желаем многое благая лето. Маминка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok